Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Гиблый случай, как сотрудник железной дороги угодила под поезд. Смертельное ДТП в Могилеве. Кто не прав? И ЧП в лесу. Кто за это ответит? Мы начинаем. 11 января на железной дороге произошло ЧП. На станции Березина под колеса попала 54-летняя рабочая Бобруйская дистанция пути. Трагедия случилась около 8 часов утра. Женщина переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу прямо перед приближающимся грузовым составом Жлобина-Сиповича. На сигналы, подаваемые машинистом, она не реагировала. Несмотря на экстренное торможение, трагедии избежать не удалось. СК проводит проверку. Двумя днями ранее, во время валки леса, тяжелые травмы получил лесник Бобруйского лисхоза. Как сообщили в Управлении государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, инцидент случился вблизи деревни Ломы. 46-летнего лесника-вальщика госпитализировали в районную больницу. У него диагностированы множественные переломы ребер, повреждения шейно-грудного отдела позвоночника и сотрясения головного мозга. Проводится проверка. Что именно произошло, сейчас выясняют следователи. Назначена проверка. 13 января около полуночи в Могилеве улицу Габровскую не поделили Рено и Опель. За невнимательность жизнью расплатились водитель и пассажир немца. Второго пассажира из Опеля спасателям пришлось деблокировать. Позже он был госпитализирован, как и шофер француза. По информации ГАИ, 28-летний водитель Опеля на перекрестке неравнозначных дорог не пропустила ехавший по главной Рено. В обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются следователи и эксперты. А 11 января на видео попала еще одна авария в Могилеве. Здесь 56-летний водитель Пежо двигался по Челюскинцев. На перекрестке он выехал на полосу встречного движения, где врезался в Вольцваген пола. От удара последний развернул и отбросил их в попутный СИАД. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили двое. 56-летний пассажир Пежо и 7-летний мальчик из Вольцваген. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве. В продолжении темы. С начала года дети-пассажиры дважды становились участниками дорожно-транспортных происшествий. Один ребенок скончался. Потому госавтоинспекция напоминает, перевозка самых важных пассажиров должна быть безопасной. Детей до 5 лет обязательно перевозить с помощью детских удерживающих устройств, которые соответствуют их весу и росту. Если маленькому пассажиру от 5 до 12 лет, то его возможно перевозить с помощью бустера или специальной подушкой для сидения, позволяющей безопасно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней. Госавтоинспекция устанавливает свидетели очевидцев дорожно-транспортного происшествия. 26 декабря вблизи дома 60 по Гоголя. Около 7 утра «Опель Зафира» совершил наезд на пешехода. Все, кто обладает какой-либо информацией, просьбы связаться с ГАИ, по номерам которой сейчас на ваших экранах. 400 бутылок с этикетками от водки различных наименований и 460 литров спирта изъяли у бобручанина. Запрещенку 35-летний местный житель хранил у себя дома. Вся продукция изъята, а спиртосодержащая жидкость и алкоголь имеют признаки контрафактных и предположительно произведены в России. За дело уже взялись эксперты, они и выяснят все детали. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале, в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Риянс. Увидимся через неделю.